Всем привет! Сегодня 17 февраля. Капусточка моя готова. 5 дней она у меня поквасилась. Я ее из большой кастрюли переложила в маленькую, потому что там я делала окрошку. Вот сколько соку в ней. Все, она полностью готова. Ох, если бы вам запах передавался. Запах кислой капусты. Вкуснота. Все. Теперь репчатый лучок, растительное масло. И жуй на здоровье. С пользой для дела. Или щи вари. Вот, кстати, надо сегодня, наверное, щи сварить. Одну треть использую. Остальное на салат. Ммм, вот мой вкус. Соли положила как раз. Вкуснота. А это у нас редька, которая квасилась двое суток. Я вчера дала Эльгизу попробовать один кусочек. Он сказал, говорит, вкусно, нормально. Ой, какой запах-то идет. Я попробую, конечно, но я смою эту верхнюю. Вот смыла, чтобы чистый был кусочек. Не. Все равно сильно ждет. Невозможно. Даже и смытый. Ой, кошмар. Нет, нет. Я такой есть не буду. Эльгизу не позволю. Сгорит у нас весь рот, весь желудок. Не получилось. Будем уменьшать дозу. Вот, сделала салатик. Добавила лук, масло. Ой, какая вкусная капусточка. Ну вот, ребята, благодаря вам. Я вам сделала. Мы свою капусту доели еще. А вот оставила на щит. Поставила косточки вариться. И будут щит. Добавлю капусту и все. И лук тоже репчатый порежу туда. Благодаря вам сделала капусту. У меня две трехлитровые банки я делала с осени. Они стояли. Еще до Нового года мы ее доели. Вот, а здесь все она была такая зимняя, нехорошая. А потом вот появилась свежая. Вот с нее это хорошее. Ну, хорошая квашеная капуста получается. Так что я бы еще тянула, сколько ты не делала. Хотя капусту очень хочется. Но вот благодаря вам сделала. Все, пойдет в холодильник. Наши щи готовы. Вот, какая красота. Я еще плюсом добавила свою заправку. Которая морковь с луком. Это потушенные на зиму замороженные у меня. И все. Капуста и косточки. Такой запах стоит. Вкуснячий. Вкуснячий. Сегодня или завтра поедем в магазин. Куплю 2-3 вилка. И снова заквашу. Ну, я так всегда делаю, собственно. Всегда делаю. У меня таких больших запасов нет. Чтобы вот надолго там в холодильниках стояло. В банках. Мне кажется, она какая-то там не очень потом получается вкусная. Ну, может быть, я уже привередничаю. Ну, в общем, будем обедать. Снег валит сегодня. Снег. Прямо сильно-сильно с метелью. Ой, как. Как будто не конец зимы, а только начало. Весь из полей. Что у нас тут делается? Что у нас тут делается? Питаемся прошлые разные обои удалить. Кстати, ты очень много уже сделал. Нам многие написали, ребята, смачивайте водой. И обои сами отойдут. Ага. Как будто мы впервые делаем ремонт. И снимаем обои. Вот зеленые обои, это последние. А вот эти красные, это предпоследние, это то, что мы в прошлый раз не смогли отрывать ни при каком раскладе. Угу. И хоть размачивали, хоть не размачивали. Потому что это флезелиновые обои, и они сами по себе сделаны, как моющиеся. Как резиновые. Да, они как резина. То есть через них вода не проходит. И вот только отобрав верхний слой, можно размачить каким-то образом. Но вот сейчас вот эти это сложнее намного убрать. Вот так постепенно, постепенно. Я уже многим написала, ребята, мы могли просто сверху наклеить уже третий слой этих обоев и спокойно жить. Но Ильгиз захотел, это же его комната, крашеную комнату, говорит, не хочу никаких я обоев. Я хочу покрасить комнату. Я просто был молод, туповат, поэтому решил покрасить. Почему? А, ну не знал же, что так будет сдираться-то сложно. Ну да, знал, но всё равно думал, ну вот, сейчас мы в крахтах, отравеем их и всё. Фиг вам. Да, кстати, вот это, вот этот опыт сдирания обоев, это впервые у нас вот именно вот такие, это хорошие дорогие обои. Флизелиновые. И хороший клей. И хороший клей, да. А вот до этого-то были обои какие-то бумажные, да какие-то там они ещё и там спокойно, там у воды-то практически не надо было. Да там они клеились на наши, как бы, на наши клеи, на российские. Это по принципу, чего нас крахмал, да. Поэтому отрывалось всё легко. Вообще там, вообще проблем не испытывали, мы думали и здесь точно так же. Ну всё помочим, и всё размокнет, и ничего подобного. Мы чуть ли тут их не сдушим. Всяко-разно. Так, что у нас тут? Ой, освещение у нас прожекторное. Так-так-так-так-так-так. Так, зашпаклевал он. Зашпаклевал уже швы. Молодец, молодец. Отсюда более-менее как-то видно. А там, а там сильно прожектор светит. Ну да. Ну всё, весь из полей. Сегодня 17 февраля. Так что пока на своём канале ничего доставлять не успеваю. Не надо. Я работаю, ну и работаю, и всё, и хватит. Одного хватит. Ты у меня молодец. Умничка. Кстати, я так вот смотрю, он с таким воодушевлением делает свою комнату. Вот эта вот работа, я бы давно уже упарилась бы, сказал, ну её нафиг, через неделю возьмусь. Нет, он посидит маленечко, опять идёт и делает, и делает, и делает. Я и твою тоже делал. А у меня-то сильно делать и ничего не надо было. Нет, у меня как-то ты, мне кажется, не так делал. Ну у тебя работа не будет, а сразу пропадает. Не с таким воодушевлением ты свою комнату делаешь. С более хорошим воодушевлением. Ну мне вон, видишь, как ламинат надо было поменять. Да. Вот. Тоже не такая быстрая работа. Угу. На корточках надо было ползать там, сгинаться, хоть тут тоже сгинаешься не меньше. Вот сколько пылюки у нас. Это он шкурил уже, зачищал швы, которые замазанные, зашпаклёванные. Ты молодец. Ну, я ещё расскажу. Молодец. Я молодец. С другого окна. Думаю, поснимаю метель. У кого-то уже весна наступает, у нас ещё метель. Ну, тоже уже очень часто солнце выходит. Ну. Зима недаром злится, прошла её пора. Весна в окно стучится и гонится в дворах. Ну, Марта ещё повьюжит. А, нынче снежка мало. Ещё раз всем привет. Вот, ребята, дни проходят за днями, годы за годами, за годами. Как-то так быстро-быстро всё проходит. И вот, вроде бы, целый день топчешься, что-то делаешь, ну, или сидишь, что-то делаешь, или топчешься, или... Вот, а как бы, будто бы результата-то никакого нет. Хотя, вот, делаешь и думаешь, а зачем ты ждёшь результата какого-то, да? Надо просто жить. А я вот к вечеру, когда проходит вот уже день, да, я к вечеру начинаю задумываться, так, что в этот день я сделала, какой вывод, какой результат. Почему-то всегда жду результата, не знаю почему. Вот, и порой даже так злюсь на себя, если я непродуктивно прожила день, что где-то что-то не сделала, или провалялась, или просидела. Вот, или... Мы даже, если садимся в машину, куда-то поехали, я считаю, это очень плодотворный день, что мы куда-то поехали, где-то двигаемся, что-то ищем по магазинам, или там по каким-то заведениям. Мы сейчас бесконечно к зубному ездим, сильно говорю, и рассказывать-то вроде нечего, и показывать нечего, а всегда занят, всегда что-то делаешь. Вот, зубы, зубы я нижние сказала, говорила уже, делаю только нижний протез, а сейчас мне 4 зуба ремонтируют. Ну, это я считала, что они у меня здоровые, хорошие, но всё равно всё расковырялось, всё, и всё делается. Это на те зубы, на которые будет опираться у меня бугель. Вот, Ильгис, я вам показываю, постоянно комнату свою делает. Вроде тоже как, вроде всегда при деле, всё при деле, я делаю заказы, не перестаю их делать. С утра до вечера у меня заказы. Тут вот очередной заказ сделала, мы сегодня съездили в магазин, и плюс на почту отправила. И сейчас между тем заказом и следующим, думаю, дай-ка я докрашу свою картинку, которую по номерам. И вот два дня вчера и сегодня сижу, рисую эту картинку, докрашиваю просто собачек его, кто-то видел, может. Просто из-за того, что краски лежат, они высыхают, они уже не плотно закрыты, краски высыхают, мне так жалко эту картинку. И вот вчера, сегодня я её рисовала, рисовала. Уже, знаете, быстро-быстро, не для удовольствия, а вот быстро-быстро, чтобы её закончить. Вот. Тут пока моей комнаты не было. А, значит, я же свою комнату переоборудовала, но перестроила. И у меня теперь нету той конструкции, при которой я снимала точечную роспись. Я, конечно, рисую с утра до вечера и бисером занимаюсь и рисую, но вам ничего не показываю, потому что настраиваю, настраиваю. Что-то как-то всё некрасиво получается. Даже потом плюнула, уже не стала ничего настраивать. Думаю, лишь бы мне заказы сделать, лишь бы мне их отправить. Правда, они не заканчиваются так интересно, вот один за одним, один за одним, и вот прямо так по порядку идут, идут, идут. Вот. И даже люди в очереди уже подолгу ждут, мне уже неудобно, хотя я оговариваюсь, что много работы, я не успеваю, просто не успеваю. Но все ждут, никто не наседает, никто не надоедает, все ждут, заказали и ждут. Но сейчас буду очередное делать. Тоже вот хочу показать его. Вроде ничего особенного буду делать. Вот сейчас, наверное, заказчица увидит, она тоже давно ждёт. Вот таких вот два стакана. Вот взяла два стакана из бамбука, купила по 100 рублей они. И я их распишу. Эта женщина меня попросила под карандаши под ручки девочкам, двум девочкам. Вот. Они, конечно, глубокие такие будут, но я потом скажу уже женщине, если она не увидит это видео, что вовнутрь вставляется какая-нибудь губка, и будет не сильно глубоко проваливаться. Вот. И вот хотела вам показать. Вроде бы ничего особенного. Распишу так от руки просто. Но всё равно, может, кому-то интересно. А так, в основном, я много делаю обложек на паспорт. Конечно, очень много. Потом ежедневники, ежедневники прямо тоже подряд-подряд идут. Ну, жгуты – это неотъемлемая часть всей моей работы. Вот сейчас там куча лежит. Уже это почти готово. Жду формитуру, чтобы оформить. И отправлю женщин. Давно уже ждёт тоже. Одна у меня женщина ждёт уже почти два месяца комплект. Ей нужно... То есть два комплекта ей надо. Два лариата с серьгами. Ну, попросила, я говорю, вы уж не обижайтесь. Я к лету сделала. Ну, она попросила, говорит, не к лету. Я говорю, а к лету сделаю. Всё отодвигаю, отодвигаю. Делаю другие заказы побыстрее, которые... Ну, люди просят, которые побыстрее. Вот особенно к 23 февралю тут обложки просили. И к 8 марта вроде всем хочется побыстрее. И вот я с утра до вечера эти обложки и рисовала. Ничего я вам не снимала, не показывала. Во-первых, я это всё делала почти на коленке. Там в большой комнате. Потом сюда перенесла. Здесь у меня нету, говорю, эти приспособления какие, чтобы вам показывать. Ну, думаю, ничего из такого особенного нет. Это у меня куча, куча, куча таких мастер-классов есть на канале. Их там можно посмотреть тьму тьмущую. Вот. Так, что ещё? Что ещё? На плавание походили-походили. Сейчас немножко не ходим. Вот две недели. Тут потом... Что-то как-то... Эти... Из-за... Не коронавируса, но все болеют. Болеют, кашляют. Много у нас... Некоторые школы даже закрывались. Не знаю, открылись, не открылись. Что-то я говорю. Давай-ка немножко посидим дома, потому что что у нас иммунитет всё равно понижен, снижен. Вот. Говорю, я не хочу заболевать, не хочу болеть. И потом другую подцепим чего-нибудь. Говорю, тут наплаваемся. И подцепим, и говорю, и будем потом кувыркаться месяц-два. Вот. И маленечко остепенились, не ходим. Ну, движений-то, вы сами видите, у нас много. По дому-то мы ходим. По дому-то мы ходим, плавать-то не плаваем пока. А по дому-то мы двигаемся. На улице вот показала, какая-то метель поднялась. Ну, в общем-то, наверное, всё. Ну, можно сказать, что видео ни о чём, но хоть что-то, чем вообще ничего, да? Так, главное, показалось на экран. И ладно, и опять хорошо, и опять живём. Вот. Ну, всё. На этом, наверное, буду заканчивать. Всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok